Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами Дусенко Роман и Виктория Петрова. Сегодня уникальный день, потому что у Виктории сегодня день рождения. Мы ее поздравляем, и я дарю тебе книгу моего друга Олега Туманова «Путь к себе». Она очень хорошая. Великолепно. И я уверен, что тебе понравится, потому что это такие философские вещи, которые рано или поздно приходится обдумывать. Поэтому, друзья, сегодня бизнес-завтрак праздничный, но это нисколько не отменяет на самом деле серьезности темы, поэтому я еще раз повторяю с огромным удовольствием, что в нашей студии сегодня Виктория Петрова – основатель, руководитель компании «Люди Пипл». Вика, привет. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Тем более, сегодня оно действительно доброе. Вообще, мы желаем тебе счастья, оставаться невероятно красивой, умной, замечательной женщиной и, собственно говоря, радовать всех нас лучшими примерами чарт-практики в России. Спасибо. С последней нашей встречи, прямого эфира, который мы делали из твоей студии, прошло где-то, наверное, два года, а с последнего бизнес-завтрака уже прошло четыре года. Что произошло за это время с тобой? Как изменилась твоя карьера? Я-то вижу твое счастливое лицо и улыбку от того, чем ты занимаешься. А вообще, в целом, что сейчас? Что является твоим детищем? Сейчас, действительно, у меня есть собственное детище. Потому что 1 октября 2014 года я покинула компанию «Базел» и, собственно, возглавила компанию, которая называется «Люди Пипл». Она принадлежит мне и она, так сказать, создана, собственно, мной. Поэтому это мое детище. И оказалось, что жизнь после корпорации, жизнь после, так сказать, большого бизнеса, она тоже есть. И не нужно совершенно бояться тому, кто обдумывает житье и хочет, так сказать, попробовать себя в какой-то другой сфере, не нужно этого бояться. Потому что у меня получилось, получится и у всех остальных. Мне казалось тогда, в 2014 году, что я буду заниматься тем же, что я делала, так сказать, достаточно успешно многие годы. У меня очень большая карьера в HR преимущественно прошедшая. Но жизнь, так сказать, рассудила несколько по-иному. И вместо того, чтобы заниматься оценкой персонала, культурными какими-то аспектами, так сказать, подбором персонала, я очень быстро была выведена, собственно, нашими заказчиками, потребностью той, которую рынок мне артикулировал, очень быстро, так сказать, я сместилась в сторону производительности труда и оборудования. То есть закатала рукава и в самую глубину процессов. И я закатала рукава и опустилась, так сказать, в самую глубину процессов. О чем эта песня? Это все о том, что когда мы сидим в крупных компаниях в Москве, в управляющей, так сказать, организации, а у нас есть какие-то филиалы и предприятия на местах, то у нас есть иллюзия, что мы чем-то управляем. На самом деле, чтобы понять, чем реально мы управляем и что реально происходит на местности, очень хорошо было бы туда съездить и окунуться в то, что фактически происходит на производственных площадках, в транспортных подразделениях, в добывающих организациях. Какие первые инсайты происходят, когда ты попадаешь туда, в эти филиалы или отдалённые региональные отделения? Первый и главный инсайт, который меня постиг, так сказать, в мою первую командировку, когда я ещё только пришла в «Русал» в 2001 году, он был совершенно очевидный. Это интереснейший мир, это интереснейшие и самоотверженные люди, которые там работают. Вот люди, которые формируют продукт, они герои, потому что их каждый день он, так сказать, связан с определёнными достижениями, с определённой выработкой, с определённым, так сказать, формированием продукта. Их можно уважать, их есть за что уважать, и они, конечно, безусловно, очень интересны. Поэтому зачаровалась я этим миром уже очень давно, а вот реализовать его, реализовать на практике и быть полезной этому миру я смогла не так давно. И откуда возникло желание улучшить процессы? То есть, фактически, ты говоришь о том, что эффективность, производительность – это являются коренными проблемами и задачами вообще российского производства. И решая эти задачи, мы, имея те же самые ресурсы, можем делать гораздо больше. То есть, собственно говоря, резерв роста ВВП, я имею в виду к самому вопросу туда наверх, он находится в нас, не надо ничего дополнительного. Ну, это до известной степени так. Естественно, не всё находится в нас, но очень многое. Подумайте хотя бы о такой интересной вещи, как мы с вами живём на самой большой территории в мире. Она занимает одну седьмую часть всей суши, которая доступна человеку. Мы являемся обладателями по разным оценкам, так сказать, разные источники дают разные оценки, но всё же от 30 до 42% всех мировых природных богатств. И на нашей территории при этом живёт около 2% мирового населения. То есть, мы уже родились богатыми и красивыми с самого начала. Поэтому нам нужно уметь это рачительно использовать. Но именно вот это вот богатство, данное нам, так сказать, природой, Господом Богом, я даже не знаю, как это правильно определить, оно сделало нас достаточно пренебрежительными к этому богатству, и мы очень любим его транжирить. А этого делать нельзя. То есть, нужно очень рачительно, рационально и экономно относиться к тому, что у нас есть. И вот это вот суть моей новой профессиональной деятельности. Мы исследуем вопросы производительности, производительности труда и исследуем все абсолютно аспекты, которые могут как-либо влиять на производительность. Например, самые сильные влияющие факторы, которые относятся к производительности труда? – Производительность труда, их несколько таких факторов. И первый фактор – производительность у нас никто не измеряет. Она у нас для начала, так сказать, не находится практически в ключевых показателях эффективности, за редким-редким исключением. Некоторые организации, так сказать, это все-таки делают и измеряют, например, это в объеме продаж, в объеме выручки на одного работающего и так далее. – Прекрасно и хорошо. Но у меня был металлогический спор с профсоюзом очень крупного газохимического предприятия, когда мы перезаключали с ними Гинкол договор. Они со мной спорили и сказали, у нас растет производительность. Я говорю, в каком смысле она у вас растет, когда она у вас падает? – В чем? – В попугаях, жирафах? – Они говорят, мы ее меряем в рублях. Я говорю, тогда я вас поздравляю, это был 2014 год, когда рушился рубль, когда росли очень сильно свободно конвертируемые валюты. А 80% выручки данного предприятия экспортная. То есть, не вкладывая ни одного дополнительного килоджоуля работы, коллектив считал, что растит производительность. На самом деле он ее не растит. И для того, чтобы быть совсем честными, так сказать, с собой и друг другом, мы должны все-таки производительность научиться измерять в натуральных единицах. – Есть какие-то простые методики измерения производительности? – Они достаточно простые, единственное, что они выражаются формулами. Вот мы сейчас не сможем просто привести здесь формулу, но для каждого вида деятельности такая формула из критериев, так сказать, взаимоувязанных, того, что люди делают, на что они влияют, она может быть создана. Например, на одном предприятии, с которым мы работали несколько лет назад, это ремонтное предприятие, занимающееся ремонтом обслуживающей горнодобывающей техники. Там было несколько проблем с коллективом, очень серьезных. Первое – это неявки на работу, то есть, люди под разными причинами, это были и прогулы, и административные отпуска, и бесконечные больничные, и какие-то там отпросы, значит, у мастера, там, я сегодня не приду, зато я приду завтра, и так далее. Люди просто не приходили на работу. И это была значительная часть, так сказать, трудопотерь, которые формировались на этом предприятии. Вторая часть трудопотерь была, даже когда они приходили на работу, они были не заняты в течение смены. То есть, они мало что делали. Это и их беда, и их вина, так сказать, в частности, руководство не могло снабдить их необходимым инструментом, необходимыми запчастями для того, чтобы они выполняли свою работу. Норм труда никаких не было, так сказать, и вот так вот все это существовало. И очень большая доля на этом именно предприятии была руководителей, специалистов и служащих. То есть, предприятие ремонтное, там должны быть ремонтные рабочие и мастера, а там, значит, сплошные служащие, бухгалтерия бесконечные, юристы и так далее и тому подобное. И когда мы взяли и все эти факторы уложили в одну формулу, то сразу стало понятно, что вот это и есть их производительность, а это факторы, на которые управленцы должны влиять, за которыми они должны наблюдать и которые они должны менять с течением времени. Что, собственно, и было сделано? Была создана система ключевых показателей эффективности, адресующая именно эти насущные проблемы предприятия, плюс разработана система оценки труда и мотивации, которая дала возможность, так сказать, предприятию понимать, как они могут заработать больше, а на чем они, собственно, теряют. И когда все это было визуализировано, развешано на стенах, так сказать, и людям ярко продемонстрировало, рабочие сами сказали, мы-то теперь поняли, что нам не нужно сидеть здесь круглосуточно в три смены, нам нужно работать одну смену, например, по пятидневке или по семидневке, но нам нужно работать, нам нужно интенсивно трудиться, мы будем все успевать, мы меньшей численностью сделаем гораздо больше и сможем заработать. Потому что мне кажется, что в России тоже сложилась уже такая странная ситуация, когда, например, люди получают достаточно низкую заработную плату и потом добивают до желаемого ими дохода какими-то другими побочными видами действий. Переработками всеми стали. Либо переработками, но даже не переработками, вне своей организации, т.е. кто-то таксует, кто-то там что-то шьет немножечко, кто-то что-то еще делает. Факт, что они формируют все равно финансовый поток, только они его формируют вне организации. Зачем это нужна организация? Ей нужно научиться, чтобы их работники каждой организации вырабатывали максимум для нее, но и получали, соответственно, приличные деньги для того, чтобы они могли, так сказать, обеспечить себе уровень жизни, который им нужен. Кто является заказчиком вопроса по повышению вообще системы эффективности? Генеральный директор собственной компании, акционеры? В нашем случае чаще всего это собственники и генеральный директор. Да, это львиная доля, так сказать, наших заказчиков, с которыми мы работаем, потому что они понимают, что это важно, они понимают, какие резервы колоссальные внутренние кроются в этом. А какие они кроются? Вот я вам сейчас расскажу по нашим проектам. Внутренних резервов в расходах на персонал у нас может быть от 30 до 64 процентов, это вот данные моих проектов, которыми мы занимаемся. Меньше 30 мы практически не находим, это должна быть организация, в которой уже очень много занимались оптимизацией, но мы находим еще дополнительно там что-то. Но это очень значимые деньги, понимаете, это значимая экономия, которую можно направить… Это 30 процентов от чего? От всех расходов на персонал. От всех расходов на персонал. Да. Вот. Если брать все расходы, как бы всю себестоимость, потому что мы рассматриваем не только расходы на персонал, другая вещь, которая влияет очень сильно на себестоимость, и на себестоимость, и на производительность, это такие ресурсы, как здания и сооружения, машины и механизмы, станки, инструменты, так сказать, какие-то основные фонды, основные средства, да. И мы занимаемся тоже этими вопросами, в частности, мы занимаемся концентрацией производства. То есть, опять, исторически сложилось, что на российских предприятиях огромное количество основных фондов. Это огромные территории, это здания бесконечные, это все. И там все размазано, понимаете, на одном из предприятий авиастроений, я бы так сказала, российских очень известных, мы были, и благодаря тому, что территория такая огромная, и хаотически закупалось оборудование в разные годы, один производственный процесс разорван, и оборудование расставлено по всей территории. То есть, там только перевозок незавершенных вот этих вот деталей по территории огромное количество. И все это учитывать надо? И все это надо организовывать как минимум, все это стоит денег, понимаете, все это нужно учитывать, кто куда поехал, с какой тележкой или с каким краном, кто куда что повез, транспордеры и так далее, и так далее. Огромное количество, так сказать, техники. Зачем? Когда вы можете собрать это все в одном помещении, сделать там роль ганги, например, и передавать с одного станка на другой, так сказать, незавершенную продукцию, быстро там пальчиком ее отталкивая и получая ее уже на другом рабочем месте. То есть, мы делаем и такую работу тоже. Нужно посмотреть все ресурсы, нужно рассмотреть, что вовлекается вообще в процесс производства и, собственно, рассмотреть, как это вовлекается. Окей. И тогда можно найти серьезную экономику. Смотри, вот сейчас, Виктория, она смотрит по всей стране. Вот люди, директора крупных предприятий, небольших предприятий, предприниматели, и они задают вопрос, когда нужно задуматься вообще об анализе своей производительности? Хороший вопрос, потому что об анализе производительности нужно думать постоянно. Ну какие могут быть какие? То есть, в принципе, все идет, все хорошо, бизнес как-то движется, все нормально. Но вот в какой-то момент человек должен что-то почувствовать, что что-то пошло не так. Что является такими критериями, вот на твой взгляд, когда руководитель должен задуматься об эффективности производительности? Мне кажется, что когда что-то пошло не так, это уже слегка упущенное время, слегка упущенные возможности. Их можно, конечно, безусловно, нагнать, потому что как только что-то пошло не так, это еще есть возможность задуматься и что-то сделать. Значит, самая главная доблесть управленца, на мой взгляд, это умение видеть проблемы и умение видеть потери. И это самый навык, которого практически у управленцев нет. То есть, мы живем с вами в традиции, в культуре, когда люди не любят рассказывать о проблемах. Они привыкли рапортовать об успехах, они привыкли говорить о каких-то радостях и счастьях работы того и сего. Но на самом деле это совершенно неправильно. То есть, самое главное, что должен иметь управленец, он должен видеть проблемы, он должен постоянно самообразовываться и знать новые возможности, представляемые нам современными технологиями, современные какие-то достижения в организационных вещах. И он должен это внедрять. То есть, проблемы и потери должны быть искоренены. Это задача управления. О. Хорошо. С чем сравнивать? Хорошо ли у меня работает компания или нехорошо? Где брать вот этот эталон производительности? Или вообще, получается, всегда все можно улучшить? На что ориентироваться собственнику, когда у него возникает вопрос о производительности? А. Ты знаешь, я долго этим вопросом занималась и мне не нравится слово «бенчмаркинг». Оно мне, честно говоря, не нравится. Особенно мне не нравится бенчмаркинг, который проводится с иностранными, так сказать, компаниями, с иностранными показателями. А. Хотя сегодня наша тема будет, и мы плавно идем к этому вопросу, что же там у них? А. Что же там у них? Да. Но мы с вами все-таки должны быть реалистами и должны приземляться к тому, с чем мы имеем дело здесь. То есть, какое законодательство у нас есть, какие у нас есть ресурсы наши собственные, как построены и скомпонованы наши предприятия. То есть, все это нужно учитывать. Прямой бенчмаркинг обычно не работает. А вот сравнение предприятий с самим собой предыдущих периодов, вот это великолепная вещь. То есть, мы должны бороться не за показатель, не за достижение абсолютного показателя производительности. Мы должны бороться за то, чтобы у нас производительность росла постоянно. А вот попробуйте обеспечить вот это. И вот теперь опять же возникает вопрос, замеры, в чем ее мерить и как это делать. Ну, хорошо. Ладно. Так все же, для того, чтобы набраться лучших практик, ты говорила о том, что сейчас закончилось твое турне по бирюзовым компаниям Америки. Дай нам такое овервью всего того, что тебе удалось увидеть, и что ты хочешь приземлить, и какие советы ты бы дала потом в конце программы нашим собственникам. Ну, я работала в десять лет в американских компаниях до того, как я пришла в Русал. Русал была моей первой, так сказать, российской компанией. Поэтому у меня опыт общения, так сказать, опыт поездок и общения с американскими компаниями, с американскими работодателями уже, конечно, безусловно, был. И очень многие вещи, которых я умею, собственно, научили меня им они. Но нельзя абсолютно слепо копировать и калькировать, так сказать, опыт, который есть и на Западе, и на Востоке. Японский опыт тоже прямо, так сказать, не транспланируется в Россию. Его нужно адаптировать к существующим у нас условиям. Вот. И поэтому все эти годы, естественно, я периодически посещала и Америку, и другие страны. Ну, например, в 2005 году я закончила специальную программу в Мичиганском университете по лен-офису. Затем я закончила еще несколько в других университетах не американских, а, например, в Ансиаде французском и в Генте в Бельгии. Еще специальная программа переподготовки проходила. Но… Это связано с повышением эффективности. Да, с повышением эффективности, с построением производственных систем, так сказать, с производительностью и так далее. То есть мой интерес, он не сиюсекундный, не на модной волне. Он возник очень давно. Что касается последней поездки, это была не совсем обычная поездка, так сказать, для меня и, наверное, для других участников, потому что она называлась «бирюзовая стажировка». То есть мы искали бирюзовые компании. Вот если взять книгу Фредерика Лалу и вспомнить концепцию спирального развития организаций, то как бы утверждалось, что есть несколько компаний, которые уже находятся на бирюзовом уровне, где полное самоуправление, где делегированы все полномочия сотрудникам, и они могут делать всё сами. Мы хотим поехать. Я встречалась с Семлером, я несколько лет назад привозила его в Москву, вот поэтому мы лично знакомы, но в то же время, так сказать, там мы не были ещё в Бразилии, поэтому собираемся, как раз у нас группа подобралась, которая хочет туда поехать. Возвращаясь к тому, что мы увидели. Мы были в Гугле, мы были в Инвита, мне очень понравилась эта компания, это новая компания, которая поставила своей целью ввести генетические исследования в рутинную медицинскую практику, так же, как анализ крови, там, общий или биохимический. Но для этого нужно, чтобы генетические анализы были очень дешёвыми. Очень простые. И они смогли снизить стоимость одного рутинного анализа с 3000 долларов до 420. Вот, внутренняя производительность, вот, понимаете, внутренняя выработка, так сказать, к которой стоит стремиться. Они уже это сделали и идут дальше. Мы были в компании Запос, которая, собственно, тоже декларирует, что она очень-очень бирюзовая. Мы были в компании Патагония, мы были в компании Морнингстар, это крупнейший производитель томатной пасты, 40% американского рынка, собственно, единственная производственная компания, которую мы видели во время этого тура. Вот, и у нас была возможность задать вопросы управленцам, так сказать, руководителям и узнать, а как же они организуют труд и что же они видят в плане производительности, как у них все это происходит. И выяснилась одна такая очень интересная вещь. Первое и главное. Во всех этих компаниях люди стоят на первом месте. То есть ценность человека и ценность труда. – Что это значит, ценность человека и люди? Что это значит? – Это значит, что в эту компанию просто так нельзя попасть для начала. То есть для того, чтобы быть принятым на работу в эту компанию, нужно пройти определенный отбор. И, естественно, там тестируются иногда и профессиональные навыки человека, тестируются, так сказать, выясняется его предыдущий опыт, его результаты достигнутые в других компаниях, но не это главное. Все эти компании говорят одну простую вещь. Вы подбираете себе работников точно так же, как вы подбираете себе человека в семью. – Отношения, да? – Как жениться, да. То есть у вас должны быть схожие взгляды на жизнь, у вас должны быть схожие ценности. Без этого ничего другое не произойдет. И вот халатное отношение к тому, что тот первый, чье резюме более-менее похоже на то, что нам надо, или, например, рабочих на стройку набирает, просто он стоит на двух ногах, у него есть две руки. Значит, он сможет работать. – Слушай, буквально две секунды по поводу этого. – Не сможет. – Да, вопрос. Ты же имела большой опыт работы в Русале, в базовом элементе. Вот я сейчас тоже занимаюсь вопросами ценностей. И когда мы говорим о том, что давайте с собственниками обсуждаем вопросы ценностей, они все говорят люди. Ну, как только я начинаю с топами говорить о том, что в нашей компании теперь будет ценность людей, я говорю, мы не верим в это, потому что в нашей компании или в другой компании мы не можем принять то, что это ценность люди, когда мы сами видим, что к людям по-другому относятся. – Это собственники говорят? – Нет, нет, не собственники, топы. Топы говорят, что, например, а к людям на самом деле относятся по-другому. Мы не верим в то, что люди являются ценностью. То есть, мы можем декларировать, но верить в это не можем. Как удалось, вот ты думаешь, американскому компании, ведь тоже они прошли определенный путь, и когда-то я тоже был в Запасе, и мы разговаривали с ними. Как ты думаешь, что нас ждет в ближайшее время, чтобы собственники действительно поняли, что такое люди – это ценность, что эта ценность от слов превратилась в дела, и топы стали верить тому, что действительно люди могут являться ценностью, а не расходный материал? – Они не должны в это верить и не должны, собственно, думать, что это кто-то привнесет им извне, что это может сделать консультант, или это может сделать Господь Бог для них, абсолютно нет. То есть, самое главное, они должны сами формировать определенную культуру в компании и определенные отношения в компании. Я была в США последний раз, раньше я очень часто ездила, а последний раз была до последней поездки в 2011 году, прошло 6 лет. За это время я увидела очень сильно изменившееся общество, естественно, с прикидкой на то, что я могла вообще увидеть там, так сказать, за короткую поездку. Чем они изменились? Они стали гораздо добрее и дружелюбнее. Если раньше у них были наклеенные такие улыбки, так сказать, они… Ну да, такая. Улыбались и сами думали дальше. Как в фильме «Брата, что им интересно, как у меня дела?» Нет, никому не интересно. Сейчас они совершенно спокойные, дружелюбные, открытые люди, всегда готовые помочь и так далее, и так далее. Практически все, с кем мы встречались. Даже бездомные в Сан-Франциско, они точно так же себя ведут как домные и как наемные. И о чем это говорит? Это говорит о том, что общество постоянно над этим работает, над этими общественными отношениями, над общественной поддержкой, над тем, как люди относятся друг к другу. Кто может задать эту струну, эту ноту в организации? Топы. Топы. Конечно, генеральный директор и его команда. То есть, если топы сами не верят в то, что ценность – люди, значит, они сами и не стараются эту ценность привносить. Конечно. Мы жесткое иерархическое общество, мы всегда затачиваемся под первое лицо, мы делаем это очень быстро и хорошо. Профессионально. Да, и то, что нам транслирует первое лицо, то в результате возникает в организации, по-другому не бывает. Мне, например, недавно рассказали, что была одна организация, которая решила, где генеральный был недоволен тем, что люди опаздывают. Они решили не опаздывать, дали какие-то клятвы и обеты друг другу. В результате, значит, он приходит в 11. Рабочий день начинается в 9. Когда ему кто-то сделал из консультантов замечание, а вы-то… А он говорит, а я здесь при чём? Это вот они должны, а я ничего не имею. То есть, правильно я понимаю, что независимо от того, какая у тебя иерархия в компании, если ты придерживаешься их ценностей, ты должен сам своим собственным поведением доказывать это каждый день? Да, конечно. Конечно и безусловно. Более того, именно то, что ты формируешь и доказываешь каждый день и станет в результате культуры и компании. Корпоративной культуры. Конечно. Ты можешь быть жёстким человеком, педантичным, ориентированным на детали и на цифры. У тебя так со временем подстроится твоя компания. Ты можешь быть человеком опаздывающим, не пунктуальным, пренебрегающим интересами других людей, такой же будет твоя компания. То есть, это всё пойдёт дальше вниз. Понимаете, это процесс воспитания. Это как в семье. То есть, ты взял ребёночка или у тебя родился ребёночек, и ты начал его каждый день воспитывать. И ты не жалеешь на это времени. Почему же мы жалеем на это времени в организации? В американских компаниях, когда возникает какая-то проблема, с сотрудниками беседуют и не жалеют на это время. Об этом нам сказали все «бирюзовые». Они в кавычках «бирюзовые», они таковыми не являются. Но как бы то ни было, то есть, если возникает проблема, её прежде всего обсуждают, чтобы у всех сторон было единое понимание того, что у нас происходит и что мы дальше с этим будем делать, к какому результату мы должны прийти. Становится на одну единственную информационную платформу. Окей, люди. Понятно. Что ещё? Следующая важная вещь этих компаний, которые ты для себя заметила? Я бы ещё про людей одну вещь отметила. Все эти компании делегируют огромное полномочие на более низкие слои уровня иерархии в компании. Более того, есть очень интересная вещь. Этих уровней иерархии становится с каждым днём всё меньше, меньше и меньше. Плоская организация становится. Организации становятся плоскими и даже мега плоскими, я бы сказала, они, собственно, сводятся к тому, что есть люди, которые формируют продукт или услугу, собственно, руками, так сказать, и ногами делают её. У них есть один ряд каких-то супервайзеров, назовите их там тим-лидеры или мастера, если это производство, ещё кто-то. И есть топ-менеджмент, который определяет стратегию. Нет вот этого большого слоя middle-менеджмента. Он вообще просто иссечён, его больше не… А кто это? Как они называются? Просто работники? Никак, их просто нет. Их нет. А что делают? Куда эти функции распределились? Есть топы и есть производственная часть. И там они всё самоуправляются? Здесь пара уровней, так сказать, и здесь пара уровней. Всё, всё. Это самоуправляемые команды, у каждой из которых есть задача, так сказать, которая знает, как эту задачу выполнить. Ну, то есть, это, получается, проектное управление такое, да? Там есть менеджер-проект. Почти проектное, ну, зависит от вида деятельности. То есть, где-то оно проектное, а где-то это рутинная деятельность, которая, так сказать, начинается в день X и заканчается в день Y. Но миддл-менеджмента нет. Кто заменил миддл-менеджмент? Автоматизированная система управления. То есть, всё это поддерживается современными технологиями и современными системами, причём не всегда сложными, иногда очень простыми. Например, Google таблицы, как выяснилось, решают львиную долю, так сказать, в компании среднего размера задач по автоматизации. Серьёзно? И как они их используют? Они их прекрасно используют. То есть, все данные сразу вводятся на местах, так сказать, исполнителями, и тут же обрабатываются в режиме реального времени, и, например, президент компании может в режиме реального времени видеть, что происходит. Для компаний, которые претендуют на бирюзовость, где есть вот такой вот именно подход, когда создаются так называемые круги, по сути, проектные команды под определённые задачи, они используют специализированные софты. Есть несколько программ, Glass Frog, например, и так далее, и так далее. Но это программы… Тот, кто хочет, тот их использует. Тот, кто не хочет, пользуется более простыми вещами. Ну, как-то так. Класс. Едем дальше. Люди. Что ещё? Что ещё является неотъемлемой частью самоуправляемой организации? Вообще, кстати, самоуправляемая – неужели это в России может когда-то появиться? Вот здесь у меня большой, честно говоря, скепсис. Я с самого начала, когда мы в группе только знакомились с нашими коллегами, кто был со мной в Америке, я сразу сказала, я скептик и последовательный критик вот этих вот всех новых фишек, которые консультант пытается продавать своим заказчикам. Почему я критик? Потому что всё это может не работать в другой культуре, а мы в другой культуре с вами находимся. У нас всё-таки иерархическая культура. У нас иерархическая культура. Чтобы мы с вами не строили при любом социальном строе, мы строим самодержавие. То есть, это и есть часть нашей культуры, часть нашей потребности. У нас должна быть иерархия, мы её хотим. Мы готовы принимать полномочия, но с оглядкой на то, что должен быть кто-то, кто имеет всё-таки последнее решающее слово. Поэтому я бы, например, не калькировала эти методики. Более того, я и в Америке не увидела чисто бирюзовых организаций. Всё равно там есть иерархия, всё равно там есть правила. И самое главное ключик, который открывает, так сказать, замочек – это жёсткие правила. Всё-таки и правила существуют. Они не только существуют, а они прописаны в мелкую клетку. Они доведены до каждого сотрудника. Они визуализированы. То есть, в какое помещение ты бы не вошёл, там всё, что мы должны делать в этом помещении, чётко, совершенно чётко, коротко и ёмко прописано. Люди всегда знают в каждый момент времени, так сказать, чем они должны заниматься, за что они отвечают, какие полномочия они имеют, что они могут и чего они не могут. Поэтому очень большая иллюзия, когда у нас некоторые крупные руководители высказываются, что у них уже банки очень бирюзовые. Я всегда страшно изумляюсь этому заявлению, потому что бирюзовым нельзя стать, если ты не создал совершенно безукоризненный механизм машину работы. А машина работает и держится на правилах. Ты знаешь, мне вообще очень сложно верить в то, что банки вообще могут когда-то стать бирюзовыми. Может быть, где-то, но не в России, при том, какие требования и правил существуют в центральном банке по отношению к структуре иерархии банка, к требованиям руководителей и так далее. Конечно. Поэтому это иллюзия, очень серьезно. Возможно, речь идёт о творчестве, о процессе, который существует в этих компаниях. Отдельные подразделения, которые занимаются разработкой новых продуктов. Как сказать вот эти вот… чтобы люди стали творить на своих рабочих местах, чтобы они не боялись принимать решения, развиваться. Вот базовые вещи, развитие людей, что нужно делать, что они делают не так, как мы, почему у них так всё движется вперёд? Ну, первое, что они делают не так, как мы, они работают над этим постоянно, на протяжении десятилетий. Работают и делают практические шаги в этом направлении. Вот это очень важный аспект, потому что мало об этом поговорить, мало посетить пару конференций, прочитать пару книжек. И с большой трибуны заявить, что теперь мы «Бирюзово» из понедельника. Над своей организацией, над тем, как она работает, и как работают, и что в ней делают люди, нужно работать каждый день. Можно каждый день продвигаться на миллиметр, на сантиметр, но это нужно делать постоянно на протяжении лет. Вот это ключ к успеху. И я вижу, как это реализуется в американских компаниях. Я вижу, что люди все эти годы постоянно последовательно над этим работают. Очень часто у нас возникает такое снисходительное несколько отношений, что вот они могут только в жёстких регламентах, они там вот творческую задачу встречая, они теряются. Ну, во-первых, они не теряются, надо отдать им должное. Все основные стартапы и большие технологии, которые развиваются, они развиваются в Америке. Другое дело, что не можем не отдать должное своим соотечественникам, они там приложили тоже большую руку к этому. И являются неотъемлемой частью этой культуры. Да, но расцвести эти стартапы и расцвести эти технологии могут именно там. Почему? Потому что для этого существует механизм, как работает эта машина, с чего она начинается, чем она заканчивается, через какие стадии она должна пройти. И вот эта постоянная работа над улучшением в организации каждого божьего процесса, она является обязательной. И избегнуть её нельзя. И когда мне заказчики формулируют задачу в стиле «дайте мне волшебную палочку и пусть она с меня работает, я в 11 буду на работу приходить», это так не будет никогда. То есть первое и главное, мы набираем нам людей близких по ценности, мы формируем из них профессионалов, так сказать, и формируем систему правил, в рамках которых человек минимизирует свою ошибку. Мы создаём такую систему, которая не допускала бы потерь и проблем, или если они существуют, была бы возможность открыто их обсуждать и открыто принимать по ним решения. И следующий вопрос – это мы даём полномочия людям. То есть вот только после этого, когда вы создали все эти предпосылки, вы можете уже, так сказать, людям сказать, а теперь люди творите, каждый на своём рабочем месте. И вот тогда каждый уже думает над тем, как улучшить свой процесс, и каждый думает над тем, как улучшить ситуацию. В частности, в запас нам рассказывали очень интересный случай, что позвонил один клиент в контакт-центр, это был молодой мужчина, который не знал, какую пару обуви ему выбрать. И контакт-центры работают у них без скриптов, у них все служащие разговаривают, так сказать, так и столько, сколько они хотят и считают необходимым с заказчиками. С данным заказчиком служащий разговаривал 10,5 часов. Ого! 10,5 часов они выбирали пару обуви. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы человек понимал, что в этой компании он всегда найдёт понимание, в этой компании будет найдено решение даже для самого сложного его вопроса. И когда он в следующий раз, так сказать, будет решать, каким ему воспользоваться интернет-провайдером, не провайдером, а интернет-магазином, он, безусловно, выберет тех, кто ему уже помогал. Что у нас? Недавно посетила одну нашу компанию телекомовскую, которая предоставляет услуги интернета и связи, и там тоже есть контакт-центр. У них жёстко ограничено, как это любят в организациях у нас, жёстко ограничено время разговора. А что это значит? Сотрудник контакт-центра, понимая, что время разговора истекает, а это его KPI, он просто его заканчивает каким-нибудь, так сказать, благовидным предлогом или неблаговидным, а человеку приходится либо перезванивать снова, либо идти в другую компанию. Задача не решается. Что с производительностью происходит в этих компаниях? Как они подходят к этому? Почему это так действительно у них другой уровень вообще? По этим по самым причинам, потому что в компании постоянно над этим работают. То есть производительность является, во-первых, ключевым показателем эффективности у всех. И, например, в Google через каждые три предложения следовало предложение, но главное – деньги. Но главное – нужно думать нам о выручке и о прибыли. То есть мы можем развлекаться чем хотим. В Google огромный пласт, естественно, новых разработок. То есть огромное количество людей занимается формированием чего-то нового, чего раньше не было. Или доработкой и развитием тех программ, которые уже существуют. Но в то же время они говорят о том, что помните о деньгах. Например, если вы просите какие-то ресурсы, хотите дополнительных людей нанять, получить дополнительное оборудование и так далее, принесите нам мини-бизнес-план, как на вложенные деньги мы получим в три раза больше. Если мы в три раза не получим больше в обозримый период, установленный, так сказать, нормативными компаниями, то нам не очень интересен этот процесс. То есть имейте в виду всё-таки, зачем мы собрались, мы коммерческая компания. Это получается, по большому счёту, такая вот главная ценность или главная миссия, или это основная идея компании? Вот что тебе кажется? Это не основная идея, это тот фундамент, на котором всё стоит, на котором дальше можно настраивать, потому что имея средства, а Google их имеет, выручка компании за 2016 год составила 89 миллиардов долларов, вот, при этом в компании трудится 85 тысяч человек, то есть на каждого приходится миллион сорок тысяч где-то, так сказать, выработки, если мы её меряем в деньгах. Они её могут позволить себе мерить в деньгах, потому что это свободно конвертированная твёрдая валюта, так сказать, такая сравнимая с самой собой 14-го и 15-го и других периодов. И, собственно, вот вам… Но, имея эти деньги, вы можете покупать оборудование, можете привлекать лучших специалистов со всего мира, вы можете как бы брать лучших выпускников, лучших вузов, например, California Technology и так далее, и так далее. Вот. Вы имеете, вы можете это делать. Другое дело, что не деньгами едиными жив человек. И миссии этих компаний, они говорят о том, что они хотят изменить мир к лучшему. И меняют каждое в своей части касающейся. Вот большая цель, как ты правильно сказал, это очень важная история. Вот. Цель должна быть всегда больше, чем человек и больше, чем коллектив. Только тогда она является мотивирующей, она является вдохновляющей для сотрудников, и она, так сказать, подвигает этот коллектив на развитие. Слушай, а вот производственная компания, которая ты говорила про томатную пасту. Ну, про офис понятно, про Google, там они все IT-компания, там как-то можно представить. А вот как там с полями, с тракторами, со всякими помидорами, как они разбираются там тоже? Тоже ли они подбирают там везде людей, которые хотят работать в этой компании? Вот. Удивительно оказалось, что компания Morningstar, она практически единственная и именно почти истинно бирюзовая. Почему это так? Потому что, создавая эту компанию около 20 лет назад, ее акционеры, ее создатели, они сразу ставили себе такую задачу. Они сказали, что им не нужно мировое господство, они, конечно, хотят зарабатывать деньги и получать прибыль, но при этом у них должны быть этичные, так сказать, способы производства, у них должно быть высокоорганизованное производство, и у них должны быть люди, которым можно доверять. Вот с самого начала, формируя компанию, а сейчас огромное количество стартапов и в нашей стране, человек может с самого начала создать собственно бирюзовую организацию. То есть, компании, которые были созданы давно и являются сейчас там красными и синими, они такими приблизительно и останутся. Еще через поколение они поднимутся на уровень. Но когда вы создаете компанию заново, у вас есть вот это счастье, возможность, так сказать, создать то, как вы хотите. И данные конкретные владельцы это сделали. Угу, отлично. Смотри, не может компания быть эффективной, если мы с тобой определили, что люди не могут быть, если сам человек неэффективен. Да. И, соответственно, первая задача и главная задача – это акционера и собственника. Так как ты являешься и руководителем, и основателем компании «Люди Пипл», вот как ты стараешься быть эффективной, вот личной, что такое личная эффективность? Ведь через личную идем туда уже дальше, мы же все люди, вот как ты управляешь своей эффективностью, какие у тебя есть секреты и фишки определенные? Ну, секреты и фишки очень простые. Ты должен, как минимум, быть примером всем своим подчиненным, ты должен быть компетентным, ты должен иметь возможность, так сказать, компетентно и профессионально разбираться в любом вопросе. Особенно у нас это достаточно несложно. Мы маленькая компания, так сказать, у нас интеллектуальный бизнес. Сколько человек у вас работает? У нас сегодня на борту находится 10 человек и 20 фрилансеров, которые работают с нами постоянно. На проект. Да, они работают с нами из проекта в проект, они делают в основном полевые исследования для нас, у нас есть две части полевые, следовательно, и анализ, собственно, данных, которые мы проводим уже у себя в офисе. Поэтому, создавая компанию с нуля, ты имеешь возможность, так сказать, подбирать себе людей, ценностно абсолютно близких, я делаю это во всех случаях. Какие ценности вашей компании являются определяющими? Ценность развития, ценность профессионализма, ценность того, что человек должен хотеть изменить мир. Он должен хотеть, ну, за весь мир мы не можем ответить прямо все. Вокруг нас, да. Да, но за тот мир, который вокруг нас, за те проекты, за наших заказчиков, за те результаты, которые они получают, мы вполне отвечаем. И мы, так сказать, ставим этого главу угла. Что мы работаем не только ради денег, ради них тоже, конечно. Но самая наша главная задача, чтобы между было и стало после нашего проекта была очень хорошая положительная выраженная разница. И вот таких людей мы к себе, собственно, подбираем. Все наши сотрудники, которые находятся у нас в штате, имеют производственный опыт обязательно. То есть, у нас нет консультантов, которые прочитали три книжечки и пересказывают их за деньги, так сказать, всем остальным. Они все имеют производственный опыт, все не понаслышке знают, так сказать, как работает производство и, собственно, способны давать квалифицированные советы. Мои собственные рецепты, которые я бы рекомендовала всем остальным, это заниматься прежде всего своим самочувствием. Это очень важный вопрос, потому что если вы плохо себя чувствуете и мало работоспособны, то толку от вас никакого не будет, если бы вы даже рано придете на работу. Что это такое? Недавно была в Гронингенском университете, в его медицинском центре. Оказывается, в Голландии на протяжении 50 с лишним лет идет программа, когда оценивается два района Голландии, и все данные заносятся в базу, которая вот существует уже и сделана, и мета-анализ по ней проводится. Что люди едят, как они спят, как они занимаются физической какой-то там нагрузкой, упражнениями, где они работают и кем, чем они болеют, какие у них лабораторные показатели и чем все это закончилось, так сказать, в результате. Задача ученых Гронингенского университета на базе, так сказать, вот этой вот информации разработать простые принципы и простые рекомендации, как людям, собственно, быть работоспособными и производителями очень много лет. Конечно. Конечно. Первое и главное – высыпаться. Ложиться не позже десяти, вставать не позже шести. Обязательно после подъема выходить на улицу и захватывать час или два утреннего солнца. Если вы не захватили утреннее солнце, все остальное бессмысленно. В Москве, к сожалению, с этим проблема. Ну, есть тоже вопросы, как можно обойти эту проблему. Немного есть, правильно питаться, немного упражняться, но постоянно. То есть, вот первые часы или два… Физическая нагрузка должна быть тоже, да? Первые часы или два утреннего солнца, а потом каждый час небольшая разминка. Этого достаточно. Не нужно ходить в зал, не нужно, так сказать, тягать железо и так далее. Ну, кому нравится – тому да, а кому не нравится – тому нет необходимости. Но соблюдать другие вещи. Обязательно заниматься физическим и интеллектуальным трудом, то есть, развивать и разум, и тело, и обязательно участвовать в каких-то исследовательских вещах, так сказать, для того, чтобы постоянно узнавать что-то новое, постоянно будить свой разум и воззрение на вопрос с другой стороны. Ты знаешь, я вчера встречался с очень интересным человеком, топ-менеджером крупнейшей компании, правда, сейчас она уже не работает, и она говорит, я бегу на одну лекцию, я бегу на вторую лекцию. То есть, она сейчас… Я говорю, слушай, вот удивительная вещь, ты, которая много всего добилась, ты знаешь, сформировала уже себе и определенные ресурсы, и капитал, и ты сейчас, вместо того, чтобы там ничего не делать, валяться, ты бегаешь от одной лекции к другой. А люди, работающие в компаниях, иногда зачастую книгу не могут почитать, манипулируя мнением, что, ну, смотрите, либо я буду работать, либо я тут буду книги читать по развитию. Буквально в оставшиеся две минуты, Вика, какие рекомендации собственникам, вот независимо от того места, где он работает, независимо от того, чем он занимается, чтобы обратить внимание и на эффективность и производительность. Но я бы хотел, чтобы ты прямо начала их вот с самого главного, с человека. Вот почему собственники должны обратить внимание на тех людей, с которыми они работают? Собственники должны обратить внимание на людей, потому что люди единственный активный ресурс. Они могут привести компанию к процветанию и, так сказать, вознести ее на небес, а могут обрушить ее, что мы видим тоже, так сказать, в огромном количестве случаев. Вот. Как обращать внимание, коротко мы проговорили, но это не короткий разговор. То есть его по-хорошему нужно бы провести, так сказать, гораздо более детально, вот, и длительно. Вот. Но что бы я хотела собственникам предложить? Я хочу им посоветовать, так сказать, начните измерять производительность. Определите для себя формулу производительности, ее компонентную. Да. Она должна быть приземлена точно совершенно к вашей компании, к вашему производству, к вашему виду деятельности, так сказать, и это делается достаточно несложно. Вот начните это измерять, начните понимать, что тормозит развитие вашей компании. И как только вы увидите эти проблемы и вот эти вот точки, значит, деструкции, и уберете их, для вас не останется никаких абсолютно, так сказать, преград, и вы добьетесь успеха, даже учитывая то, что мы живем в очень непростое время. Ситуация рыночная действительно непростая для многих. Вот, например, мои заказчики, они разделились на две группы. Кто-то в этой непростой ситуации взлетел и получил, так сказать, на 100% рост бизнеса там или на 200% рост объемов, вот, а кто-то в этой ситуации кивает носом. Но, когда начинаешь разбираться детально, выясняется, что плохо-то тем как раз, кто не обращает внимание на процессы, на людей, на то, что делается в компании, что фактически происходит. Кто живет отчетами о том, что, шеф, у нас все хорошо, у нас загорел сарай, но в основном… А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Все хорошо. Друзья, я невероятно рад был сегодня видеть Викторию Петрову в нашей студии. И самая главная идея, которую я вынес из нашего разговора, о том, что все-таки, несмотря на все современные технологии, инновации, интернет, диджитализацию, люди остаются главным ресурсом. И вся эффективность и вся производительность зависит от людей. И мне очень бы хотелось пожелать, уважаемые собственники, директора вам, что если вы считаете, что люди для вас важны, и вы об этом говорите, сделайте так, чтобы топ-менеджмент верил в то, что люди действительно важны. Потому что то, как вы транслируете свое отношение к ним, как они транслируют свое отношение к людям, а именно сегодня об теме… о человеческой теме и говорили мы сегодня с Викторией Петровой, руководителем и основателем компании People Люди. Именно даже в самой названии твоей компании тоже люди. И Вика, с днем рождения, всех благ, всего самого хорошего. И продолжай радовать нас, помоги нам сделать так, чтобы российская экономика росла. Я сделаю все, что от меня зависит, потому что это моя жизненная миссия. Спасибо. Спасибо.